Привет! В этом уроке я покажу упражнение, которое поможет вам в работе над громкостью. Как сделать голос более громким, направленным, как его сделать более объемным. Кстати, я написал небольшую книгу, это такое пособие для начинающих, для тех, кто начал работать над постановкой голоса. Там есть базовые упражнения с примерами, с видеопримерами, с аудиопримерами, с иллюстрациями. Скачивайте, если вы начинаете работать над голосом, потому что в этой книге собраны все самые необходимые упражнения, и каждому упражнению есть пример, а это очень важно. Итак, давайте перейдем к упражнению. Здесь нам понадобится рука и сонорные согласные. Нужно направить звук в ладошку. Звучит это так. Вы ощутите теплый выдох и ощутите то, как звук вибрирует в вашей ладошке. Можно подключить следующие гласные к нашим сонорным согласным. Я чувствую, как мой выдох согревает мою холодную ладонь. Дальше, что можно сделать, это направить звук чуть дальше. Для этого мы просто берем и перемещаем ладонь чуть дальше. Поэтому нам придется звучать громче и направлять звук чуть дальше. МНЛУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Упражнение помогает ощутить посыл звука. Некоторые люди говорят достаточно тихо, потому что не посылают звук. Они говорят сами для себя, и звук остается где-то здесь. Если же у вас есть задача сделать голос громче, это упражнение отлично помогает в этом. Дальше давайте поперемещаем звук вверх-вниз-вправо-влево. Звучит это так. Я направляю звук вверх, звучит головной резонатор. Дальше я направляю звук в грудной резонатор-вниз. Начинает звучать грудь. Звук У помогает нам озвучить грудь. Слышите, как голос стал звучать ниже? Теперь давайте направим его вправо. Теперь влево. Вы можете помогать себе губами, в этом нет ничего страшного. Главное, что нужно почувствовать, как вы управляете звуком. Как он перемещается вверх-вниз-вправо-влево. Для того, чтобы голос был объемным и подвижным, нужно уметь управлять им. Для этого нам нужны все эти перемещения. Давайте резюмируем. Когда мы направляем звук в ладошку, мы учимся управлять подачей звука. Учимся направлять его как можно дальше. Или наоборот, перемещаем его ближе. Упражнение с перемещением звука вверх-вниз-вправо-влево помогает нам сделать звук более управляемым. Мы изучаем свое тело, как звук отзывается в нашем теле. Поэтому звуки омма помогают нам перемещаться вверх. Омма-мамму помогают нам перемещаться вниз. Мами-мами следует право и лево в нашем теле. На этом у меня все. Покупайте книгу по постановке голоса. Ссылка будет в описании. С вами был Демьянов. Пока! Продолжение следует...